Добрый вечер, мы снова вместе в студии Екатерина Абрамова. Вот что было главным на этой неделе. С любым стихийным бедствием в России можно сравнивать только коррупцию. В стране давно идет борьба с этим злом, но до победы пока очень далеко. В Приморском крае, например, прокуратура никак не может добиться закрытия сайтов, где читателям предлагаются так называемые лайфхаки, как правильно давать или брать взятки. Только в прошлом году более 20 ресурсов подобного содержания были закрыты по решению суда, а на их месте появились новые, как и старые, гребницы. И хотя власть постоянно демонстрирует, что неприкасаемых нет, арестован уже третий губернатор за последний год. Последний в этом списке Никита Белых. На днях он объявил голодовку. При этом терять времени зря за решеткой Белых не собирается. Он планирует изучать иностранные языки и заниматься наукой. По образованию Белых историк, а по иронии судьбы, в свое время он даже писал диссертацию про подневольный труд в советских лагерях. Условия содержания губернатора уже смогли оценить правозащитники. Обстановка в камере его весьма аскетичная. И действительно, Никита Белых практически ничего не ест. Лишь вода да черный хлеб. В первые дни фигурант громкого дела похудел сразу на 4 килограмма. Голодает он главным образом не по политическим причинам, а из-за проблем со здоровьем. У него сахарный диабет. На протяжении последних лет он каждый раз в приемом пищи употреблял горсть таблеток. Я так понимаю, что они как раз влияли на обмен веществ. И он опасался, что если будет принимать пищу без них, то может нанести себе вред. Последнего либерального губернатора России, напомню, арестовали 25 июня. Пока на два месяца. Обвинение. Получение взятки в особо крупном размере. Сумма в общей сложности 400 тысяч евро. В ближайшую среду Мосгорсуд рассмотрит жалобу адвокатов, которые добиваются, чтобы Никита Белых отпустили под залог или отправили под домашний арест. Ну а соратники главы Кировской области по-прежнему считают, что тот ни в чем не виноват. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»